Господин Ласка, как вы видите, выразите, пожалуйста, более точно, как вы видите решение этой проблемы? Как вы видите, более точный вопрос, как вы видите решение проблемы возможного решения, начало войных действий в терраску, что может для этого сделать Украина? Извините, Румыния. Макалдарит. Ситуация очень сложная, потому что вероятно, что будут посланы на эту войну и вооруженные силы, потому что эти решения принимаются по заказу тех, кто, заказчиков, мы в данном случае говорим о глобалистах. Но решение, я думаю, может быть, будет только массовое сопротивление народа, мобилизации и соответствующим процессам, которые должны последовать после мобилизации. Я не знаю, если в Республике Молдова существует свободная партия, свободная от влияния партия, такова, как является их партия, которая не представляет. И в случае, в которой существует, нужно поддерживать общество, и, в случае, если такая партия Республики Молдова есть, то необходимо поддерживать и, может быть, под флагами этой партии, чтобы остановить процессы оттягивания Молдовы в ожидании войны. Потому что люди, как и в Молдове, все здесь, как и в Молдове. Вся пресса, медиа принадлежит глобалистам и люди, как в Романии, так и в Молдове, и в Молдове манимулируют достаточно эффективно. Но, во все это, форта является частью народа. Если это информация и в Молдове, то можно сделать изменения в качестве. Несмотря на все это, реальная власть является властью народа. И если народ хорошо и во время информирования, то народ может сделать очень много. Вопрос относительно санкций. После того, как были введены санкции, Романия... Введение санкций против России привело, или нет, к проблемам для Романии. Санкции, которые были введены против Российской Федерации, привели к негативным последствиям для всех стран страны Евросоюза. И, в первую очередь, это высокие цены, высокие цены на газ. Но, конечно, не е газа. И другие, экономические. Основные точки санкций. Санкций мир рамки. Понятно, что Романия из-за того, что его взял, возвращая в сторону восток. В первую очередь, мы говорим о России. В первую очередь, в первую очередь, мы говорим о России. И, в частности, отношения с Россией с Россией, Романом... Россия сцены на наших странах, и другие страны, неogue по нарушению о домах. И как следствие, в отношениях между Руманией и Россией, в том числе Руманией и Китай, практически они полностью отсутствуют, они находятся в замороженном состоянии. У нас нет ни одного мотива, чтобы Румания провоцировала Россию, так же как нет и в Молдове никаких целей провоцировать Россию, но, к сожалению, это удается. Последний вопрос, и Татьяна завершила. Вы сказали, что Румания захвачена и в военном плане тоже, и вынуждена ввести финансовые потери, финансовые затраты. Прямой вопрос, отбреждение на Республике Молдова. Считаете ли вы, что Молдова может пойти по тому же пути, что и Румания, в силу того, что в Бачои строится военная база, и что народ Молдовы будет вынужден нести, как народ Румании, затраты на содержание? Эти базы. Это естественно, что Молдова пойдет. Молдову поведут по пути по которому повели Румания. Румания не нуждается военных базах на территории Румании, потому что у Румании нет реальных врагов, а есть врагов. Молдовы будут вынуждены, придуманы, нафантазированы. Молдовы будут вынуждены, чтобы защищать политические классы Румании, наверное, от своих же граждан. Молдовы будут вынуждены, чтобы избежать интеграции в Альянсу Норд-Атлантик. Молдовы должны бороться против обеспечения и внедрения в Европа, НАТО. И Молдова не должна позволить интегрировать себя Евросоюз. Это две ошибки, которые Румания уже совершила. И мы, партий ППР, мы, партий ППР, связаны с тем, что для Румании было бы лучше, если Румания покинет этот блок НАТО. И если мы, партий, мы, партий ППР, мы, партий ППР, мы должны повторить тот алгоритм, по которому мы оставим НАТО, то план Б заключается в том, что мы должны повторить тот алгоритм, по которому функционирует Венгрия, которая заявила, будучи членами НАТО, заявила о неучастии в никаких конфликтах НАТО. И не забывайте, что в 2024, мы получили 20 лет от осознания этого тратата с Альянсой Норд-Атлантикой, и теперь, мы уже можем донуть это. В 2024 году, исполнилось 20 лет от момента подписания контракта с блоком НАТО, и этот срок уже позволяет динансировать этот договор, то есть, фактически, есть юридическая основа для того, о чем говорите господин Ластов. Это может случиться в Румынии, когда патриоти придут во власть в Румынии. У тебя осталось. Спасибо. Да, Наталья. Господин Ласко. Думаю Ласко. За теологические опросы и процессы, которые происходят сейчас в рамках выборов в гулятии европейских странах. Все больше граждан Евросоюза выступают за мирное решение и завершение войны в Украине. И сегодня все более сбудетой становится дискуссия между европейскими политиками, сторонниками мирного завершения войны в Украине и Европейским парламентом, руководством Европейского парламента и Европейской комиссии. В Универе Европейской комиссии есть схема для социализации конфликтов в Украине. О том, что по угоду милитаризации и интересам определенных политических сил жертвуются интересы жителей Европы и отдельных европейских странах. В частности, об этом говорили вы. В Украине. 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 В Украине.